так поехали брат Юрий привет Казахстан всегда на месте привет Леонид Кузнецов Казачинская тоже на месте Федосеев желаю счастья вам тоже желаем Елена Горячихина моя заступница привет Елена всем здоровья Галина Блинова всем здравия долголетия привет от Санкт-Петербурга у нас тоже день открыли на небе шторки и показали солнце это что-то Наталья Москва почему видео недоступно но это было поэтому мы потеряли часть так у меня тоже ограниченный доступ смотрите лишь корова все тает ухтияров ютуба тоже нет вебинара Федосеева позвоните Железову Кучумова почему-то не открывается вебинар всем привет кто из Нижегородской области Яковлева Наталья есть Сергей Кузнецов кино не будет электричество кончилось так Кучихина написала смс выбор скоро наши американские друзья вырубят нам youtube так есть такой рутуб сейчас мой брат помогает мне тем что перестраховался и это 700 или 800 фирмам разместил в аналоге ютуба русские создали свои наши инженеры создали свой youtube называется кажется рутуб как-то так вот туда перенес 700 фирма чтобы не пропали да могут выключить как бы выкручиваться посмотрим значит на Яндексе попадают мои фильмы вот на некоторых там сотни просмотренных тысяч я попадаю вот так что Яндекс он российский так что до конца не уйдем Наталья пишет уйдем в контакт так Наташа а вы в ВК есть или по электронке переговорим это вы уже между собой так всем привет с Нижегородской области привет Константин так подольская Хабаровск не видит Константин предлагаю познакомиться знакомьтесь ради этого и живем Кучумова нет Елена нет Константин хорошо так Зои нет обновите страничку три раза переходила обновляла нет всем добра и света нет трансляция ни здесь ни в ютубе Александр видео недоступна Константин есть и вот эта вот ссылка наверно об том что есть Сергей Борисов принято напишу чуть позже после обновление все в норме все есть на ютубе появилось да вижу я все равно потерял часть этих там зрителей работает работает все видно загрузился работает есть пошло все появилось работает работает летали ок заработала ура Личихина скажите пожалуйста что делать дабы как изменить заглубленную посадку яблоней заглубленную яблону и вишню ну я бы сделал так а вот она заглублена да у меня даже есть такое кино вот первое надо как то эти яму раз оно заглублено значит надо раскопать до корневой шейки в таком случае получится опять плохо так как все равно будет вот это вот углубление которое будет весной заполняться водой талой и она будет то замерзать то оттаивать то замерзать то оттаивать и в конце концов где-то за год угробит за весной угробит корневую шейку основание штамба низ штамба или за несколько лет вот ну для начала скажем как бы образно то есть берете выкапываете за ну до корневой шейки можете не найти ну скажем до корней ну пусть будет корни вот так присыпаны вот так вот хотя бы но уже не вот так получится лунка тогда мы ее разгребаете допустим тяпкой разгребаете чтобы она была не крутоватая а вот такая полаговатая потом в сторонке где-то метров полутора вы делаете ямку если у вас есть бывает хоть небольшой склон тогда делается как в сторону низа склона прокапывается канава у меня есть такие пары фотографий но их долго искать ну посмотрим чуть позже найду так прокапывается канава вниз и получится так что хотя сохранится в принципе вот это углубление конечно там уже хуже проветрено но хотя бы не будет стоять вода то есть вот она ямка получилось но вот это да и скандала будет вытекать и она будет хотя бы сухая или более сухая вот этот момент что еще можно делать некоторого перепугу как я наговорю пятилетия пытались пересадить у нас отведите воду так вот думала почему моя сиренька все хереет и хереет вас послушала поняла она на склоне в углублении растет все гнет скоро бедное буду пересаживать по весне углубление можете это но это можно даже установить тогда встать на колени там где она в углублении не то чтобы там ножом черекать а хотя бы ногтем посмотреть чуть-чуть поцарапать посмотреть где правда она сгнила или нет если сгнила то уже не поможет пересаживать поздно вот отвезти воду проще ждать а вдруг чудо свершится сюда когда так случается у меня был абрикос небольшая холли был и ямка была вот интересно какая-то ямка получилась с одного боку ямка другого нет и там с одного боку сгнила кора с другого нет и там где кора не сгнила выскочил то что это проклинаемый всеми волчок превратился в новый побег прекрасное дерево вот то есть по половине если так брать сечение допустим взять бы вот одна половина сгнила вот так а вторая которая как бы склон и как бы меньше страдала от благи осталась живая от нее выскочил побег стал постепенно новым деревом так всем добрый день привет спасибо марина за пожелание мира Александр Левский пересматриваю ваши ролики в чернобаеве абрикосы примет западает скотчик десертного абрикоса что это десерт на вас он есть тоже чернобаев хвалил вкус десертного как лучше других лучше корешка десертный абрикос это тот же самый королевский только его вариант так скажем он у меня вот самое смешное и как бы сказать вот всех смотрят на фотографии вот я вот такой хочу а еще такой еще такой речь идет допустим о косточках даже прививка как они меняются будучи привитыми я даже привитые не могу предсказать какие будут плоды хотя название сортов те же вот и получается как дело в том что по двое из десертного ну как бы это сказать то вот представьте себе совершенно вкуснейший культурный абрикос так и на него моделись привить и на манжурец который ну хоть что-то да обязательно свое слово скажет с одной стороны да мощный рост то что я показывал с другой стороны чуть-чуть и вдруг у него теплее участок этот самый частный сектор сжат между теплым городом розовый ветров как раз сюда а с другой стороны замедлежащий листер он называется хорошим стрессом когда я вижу у него засветает на неделю раньше плоды созревает на неделю раньше это те самые недели которые мне не хватает так вот и он может позволить себя роскошь прививать на культурное вот и все он на байже привил сливу получил феномен розовые сливы вот пока идем дальше доброго здоровья посмотрел точную температуру в своем холодильнике 4-5 градусов нормально какую поправку следует сделать если исследование график зависимости этих поправок сроковых зависимости температуры сфиксации у меня такого нет и близко это не мое направление помните как это самое сказал сычок значит делать эти самые филиалы из дачных даже лучших участков садовых вроде моих или там моих друзей это она хранилась советское время может советское время правда такое было вот но представим себе что когда-то бы ко мне приехали по ученые поверили во все это сделали бы участок но я знаю одно если допустим меня дали зарплату приняли пусть металлурга этим самым самым допустим на какую-то должность агронома так вот и правда вряд ли бы на нем можно было прокормиться но еще плюс питомник можно вот тогда бы от меня требовали бы бесконечных отчетов вот но никогда в отмене потребовали то что вы вот хотите борис соловьев вот например график зависимости это особая работа эта работа требует невероятной щепетельность и это песок сохранение при конкретной температуре при разных температурах да вот при влажности песка при разной влажности песка чтобы найти оптимальную вот оптимальную найти невозможно сейчас за упокой смотрите почему сколько раз и такое было у меня взошли все ваши море и зашли все ваши артемы другое пишет у меня взошли все ваши артемы не зашли ваши амуре но это крайности это редко а если брать процентах там 10 артема взошло 2 амура 9 и наоборот и бесполезно какой-то в саду он называется сад со свободным опыленем за этот сад со свободным опыленем мы с моим братом юрием получили по морде там должны были у нас вырастить только дикие абрикосы помните за дель запятая дикие запятая вот только два нам позволили с них в яхо положить естественно это не так но раз эта косточка у нее несколько пап так часто нет не так если даже на дуб дереве могут быть разные папы у разных косточек не зря уволено все разные получились а все сельцы были у меня выкопаны вот эти вот сельцы морехонькие были выкопаны из плоток того гиганта патриарха да а плоды получились и разные и по вкусу и по расцветке и по весу так это значит что если рядом две косточки лежат с одного дерева и у них там столько разных характеристик то никогда мы не сможем сделать график зависимости помните как вы написали график зависимость этих поправок строков старификации в зависимости температуры старификации бесполезно вот в саду с этим открытым или как то по другому сказать свободным опылянием моносад понятно там все спрятано все цветочки спрятаны на них накинуты надеты презервативчики вот да еще кастрация ужас какой-то ненавижу даже это слово плюс кастрация и вот теперь уже все получится то что хотели даже тут не получите так так здравствуйте ректор казаков всем здравствуйте лобасов леонид всем здоровья елена спасибо обязательно посмотрю корень сирени сгиблил я ну корень я не знаю как смотреть будете хотя бы основание штаба посмотреть ну что вы знаете мы довольно рано и быстро закончили вот никто больше пока не пишет потом самое интересное я отключусь а через полчаса сейчас кажется что еще продолжается переписка вот тут у людей еще друг друга пожалуйста продолжайте продолжайте оказывается это я тут загляну как смотрю а переписка продолжается еще вообще не идет даже когда я отключился делать и тут отключаюсь отключаюсь вот тут смотрите пора отключиться так напоминаю продвести процентную скидку начинки и косточки тем кто меня слышит только для них и так мы берем и Анатон Валерьевич пишите мне пожалуйста ссылку на этот разговор и остановить трансляцию еще где а вот здесь а 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 так uu а а а а